Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня мы для вас приготовили обзор и сравнение двух компактных и бюджетных моделей студийных мониторов. Это Mackie CR3-XBT и Presonus Ares i3.5BT. Начинаем! Итак, я назвал их компактными и бюджетными. И глядя на них, вопросов по размерам не возникает. А что касается стоимости, то это 15 с хвостиком Mackie и примерно 13 с половиной тысяч Presonus. Внимание, за пару и на момент съемки видео. Дальше. Обе модели оснащены модулем Bluetooth. И сразу оговорюсь, что если вам это беспроводное чудо не нужно, и вы хотите сэкономить порядка трешки в обоих случаях, то оба производителя имеют на своих полках те же самые версии, только без Bluetooth. Что касается динамиков 3.075 дюйма у Mackie против 3.5 и 1 дюйма у Presonus. При этом частотный диапазон у них одинаковый 80-20 тысяч герц. Мощность также ограничивается одной величиной 50 ватт. И наконец, максимальное звуковое давление на пару также пляшет около одной цифры. 97 дБ у Mackie, 100 у Presonus. И последнее, что может быть важно, это частота, на которой работают кроссоверы этих мониторов. Здесь 3 килогерца, здесь 2.6. Теперь о подключениях и органах управления. Ручка громкости в обоих случаях вынесена на лицевую сторону, здесь же находятся гнёзда для подключения наушников, плюс у Presonus есть возможность подключить напрямую какое-нибудь мобильное устройство или проигрыватель. И ещё один момент. Кнопка включения у Эрисов также спереди. Теперь переворачиваем колонки и смотрим, что у них сзади. Джеки-тюльпаны, это понятно. Фазоинверторы сзади. Это тоже легко объясняется, учитывая размеры колоночек. А вот возможность подкрутить высокие и низкие частоты у Presonus. Этот момент бесспорно кого-то может и порадовать. Ещё момент. Чтобы запустить Bluetooth, Presonus просит нажать вот эту кнопку, в то время как у Mac'и она находится на лицевой стороне. Ну и последнее, это то, что активная колонка Presonus всегда является левой. Положение маков можно менять как угодно, переключив вот этот селектор. Ну и самое последнее перед тестом, это то, что Mac'и в комплекте с колонками предлагают ещё и Pro Tools First и коллекцию плагинов Mac'и Musician. Круто и понятно, откуда насобирались 15 тысяч. Ладно, товарищи, слушаем, сравниваем и подводим итоги. Кстати, тестировать звук через Bluetooth мы не будем, поскольку подобный тест мы уже однажды делали на примере какой-то акустики, и разницы в звучании мы не заметили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что сказать, друзья мои? Колонки имеют право на жизнь и те и другие, и особенно оправданное их использование будет в наших маленьких студийных комнатах. Если смотреть на них как мультимедийные, то вообще вопросов нет, если вы, конечно, не любитель послушать музыку на громкости, выворачивающей печенку. А что касается студийного рабочего процесса, то для определенного уровня их может также вполне хватить. Опять же, слуховой аппарат можно приучить к любой акустике, и если его постоянно тренировать на звучании хороших референсов, то результат так или иначе будет. И вот на этом, друзья, всё. Пишите, что услышали, что понравилось, что не очень, делитесь впечатлениями владельцы подобных мониторов, оставайтесь в компании с нами, и до новых встреч на канале Давай Запишем. И вы хотите сэкономить порядка трёшки в обоих случаях. Да, да, да. Вот зачем фантазировать, когда всё было правильно? Идиота кусок.